В Свердловской области готовится к открытию отделения хосписной помощи для взрослых. Он рассчитан на 25 тяжелобольных пациентов. Помощь в нем будет оказываться бесплатна. В планах регионального министерства здравоохранения строительство детского хосписа. Подробности у Юлии Першиной. Хоспис – это медицинское учреждение, в котором безнадежно больные люди получают достойный уход. Основная цель – это скрасить последние дни жизни, облегчить страдания. До сих пор государственных хосписов в Свердловской области не было. Этот в Верхневенске должен стать первым. В местной городской поликлинике под него отдали целый этаж. За ремонт взялись в конце прошлого года. И сегодня основной объем работ уже позади. Если взять эту палату, то здесь что сделано? Батареи заменены, окна заменены, сантехника заменена. Качество выполненной работы сегодня оценивает областной министр здравоохранения. Чиновник заходит в каждую палату. Строители докладывают, осталась только чистовая отделка. Нужно поставить двери, постелить линолеум и расставить мебель. На все это потребуется несколько недель. Предполагается, что в хосписе можно будет разместить 25 человек. Каждому обеспечат физический и психологический комфорт. Не исключено, что помощь психолога потребуется и родственникам. Чтобы родственники чувствовали, что они не брошены в этой ситуации, в своей беде. И пациента была вера в то, что какое-то время с ним еще все будет хорошо. И он нужен. За ним ухаживают. Ему помогают. В хоспис людей будут направлять бесплатно. По рекомендации врача, либо по просьбе родственников. Как правило, это больные с онкологическими заболеваниями, диабетом, после инсульта. В Свердловской области помощь таким пациентам оказывается, но минимальная. Работают две выездные бригады. Стационар, считают медики, просто необходим. Без этого просто нельзя. В России, пожалуй, меньше всего было развито. Это хосписная служба. Это и достойный уход пациентов из жизни, имею в виду. И уход за ними. По планам хоспис начнет свою работу в начале осени. Для хосписа предусмотрен свой собственный отдельный вход. Он находится с торца здания и оборудован всем необходимым. Например, вот такими широкими пандусами для паровоза лежачих больных. Кроме того, справа на пустыре планируют построить небольшую церковь. Потому что помощь духовная пациентам хосписа будет просто необходима. Хоспис для взрослых в Верхневенске станет только первым шагом. В планах областного Минздрава в следующем году открыть в Екатеринбурге детский хоспис на базе филиала специализированного дома ребенка. Юлия Першин, Александр Плюснин, информационная программа «День», Свердловская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова